Всем привет! Сегодня будем лепить фигурку Рапунцель. Я очень люблю лепить мультяшные фигурки. И чтобы не говорили, больший восторг, особенно у детей, вызывают именно 3D фигурки. В этом видео покажу, как эту принцессу леплю я. И если вам это видео будет полезно, я буду очень рада. Начнем лепить. Для изготовления фигурки Рапунцель мне понадобится мастика необходимых цветов. Здесь я уже все отдельно окрасила, каждый кусочек. Пищевой клей, который я сама сделала. Это смс-овода. Если кому нужны будут пропорции, я их укажу в описании. Шпажки. Это будет основа для фигурки. То, на чем она будет держаться на тортике. Кисти и инструменты, которые я обычно использую для изготовления фигурок. Ну, также еще скалки. У данной фигурки у меня будет только опорная одна шпажка. То есть на ней у меня будет держаться вся фигурка. Вторая нога. Здесь будет одна нога. И вторая нога у меня будет немного отклонена назад. Делаем ноги. Начинаю я обычной фигурки снизу вверх. Рапунцель у меня босиком. Поэтому ни туфель, ничего у нее не будет. Нам потребуется для ног только телесная мастика. Для ног нужно две колбаски мастики. И вот начинаем формировать стопы. Так как из-под юбки у нее видны только нижняя часть ноги. То есть стопы только. Мы время на формирование полностью ноги. То есть бедренной части не тратим. Поэтому сразу вставляю шпажку в ногу. Аккуратно вкручивая шпажку в мастику. И оставляем пока ногу в покое. Она у нас должна хорошо подсохнуть. Так как это опорная часть. И на ней, можно сказать, и будет держаться вся фигурка. То есть все элементы данной фигурки. Делаем вторую ногу. Все то же самое. Смотрите, чтобы размер ноги был одинаковый. Я имею ввиду стопу. Чтобы не было так, что одна нога у нее 36 размер, а другая 41. Поэтому измеряйте. Прикладывайте друг к другу ножки. Здесь мне тоже потребуется шпажка. Наверное, все-таки будет у нас шпажка входить в пенопласт. Так как я тут что-то посмотрела на картинку. И платье, еще волосы. Все это на одной шпажке. Сделаем вторую опорную. Вытаскиваем шпажку там, где у нас пальчики будут соединяться с полом. И вставляем. Теперь приклеиваем между собой ноги. Так, лишнее подрежем. Обрезаем конец шпажки, который нам мешает. И сделаем дополнительный объем, чтобы у нас юбка свисала в таком правильном направлении. И опять же, пусть немного подсохнет. Чтобы такой большой нагрузки не было на мастику. Чтобы она не деформировалась. После того, как ноги подсохли, мы можем приступить к изготовлению юбки. Длину юбки определить очень просто. Измеряем высоту ноги. То есть, докуда у нас должна быть длина юбки. Примерно это будет радиус окружности. И абсолютно произвольно я вырежу круг. Край юбки делаем тоньше. Тем самым мы еще сглаживаем вот эти следы от среза. Тоже они не очень красиво смотрятся. Если вдруг юбка будет длинной, то можно всегда укоротить ее маленькими ножничками. И делая тоньше, то есть обычной палочкой круглой, мы еще создаем дополнительные складки на юбке. Лучше всего это делать, конечно же, на цветочном коврике. Мастика не липнет к нему, поэтому удобнее работать. Все, теперь будем одевать ей юбку. Если бы я это делала на не подсохшие еще вот это основания, не подсохшие ноги, то они бы у меня деформировались. То есть, появились вот такие вот складочки здесь. Не очень хорошо и красиво смотрится. Поэтому не торопитесь, лучше дать подсохнуть. Все, одели юбку и сразу же... Опа! Чтобы она у нас не порвалась, прикрепляем ее сразу здесь. Пытаюсь тут складочки сделать так, как будто она в движении. Так, сейчас мы сюда одну приклеим. И вот сюда. Вот. Вот так, наверное, будет все. Главное, поменьше трогать вот эту верхушку, чтобы она у вас не сползла. Поэтому оставляем. А пока юбка подсыхает, я займусь верхней частью платья. Мне понадобится фиолетовая мастика. Делаем сначала грушевидную форму. Далее у нее здесь. Прижимаем ту часть, которая у нас будет присоединяться к юбке. И впереди вот так вот немного удлиняем. И можно уже присоединять. Грудь мы будем формировать уже непосредственно на основе. Проклеиваем ее. И насаживаем на шпажку. Чтобы легче было делать грудь, чтобы она была ровная. То есть, мы здесь середину ищем. Вот. Середина туловища. То есть, немного повернут у нее торс. Сглаживаем как можно тщательнее этот переход между верхней частью туловища и юбкой. Обозначим, где у нас будет присоединяться рукав. Сразу же будет видно, где будут плечи. И вот грудь уже тут сама собой просится. Так. Теперь в верхней части платья я обозначаю вырез. Так. Шпажка оказалась маловато. Немного не хватает у нас. Мы продолжим небольшим кусочком. Сюда будет вставляться и голова, и шея. Так. Вставим недостающее тело и шею. Собираем ее по частям. Как трансформер. Насаживаем мастику. И теперь равномерно распределяем в углублении, которое мы сделали на платье. Чтобы был плавный переход между туловищем и платьем. Делаем руки. Раскатываем колбаску. Один край прижимаем и прорезаем пальчики. Обозначаем ладонь. Одна ручка практически готова. Нам остается только обозначить локтевой сгиб. Оставляем руку подсушиться, чтобы при приклеивании к туловищу она у нас не деформировалась. И прежде чем приклеивать ручки к туловищу, я их сейчас окрашу. Но не полностью, а чуть ниже локтя. У нее, если я не ошибаюсь, у меня на картинке нарисовано, что у нее часть рукава розовая. И такое ощущение, что это у нее полупрозрачная такая ткань, как у Эльзы. Сухой кистью и розовым красителем окрашиваем. Так, все, руки можно приклеивать к туловищу. У нее еще идет по низу вот этой розовой части. У нее идет еще здесь такие вот белые валанчики. Мы их сделаем потом, когда уже рука полностью подсохнет. Все, руки приклеили. Теперь можно заняться фонариками. У нее здесь еще рукава такие в виде фонарика. Сейчас мы их и сделаем. Клеим, проходимся по основному цвету полосочками. И приклеиваем теперь жгутики из розовой мастики. Проходимся скалкой и вырезаем рукава. Я вырежу два круга и отсеку один край. Приклеиваем сначала серединку обратной стороной. Аккуратно теперь опускаем рукав. И аккуратно присоединяем вот здесь по всему окату. Приступаем к голове. Как определить размер головы? Я говорила в видео, где лепила леди баг. Установили голову на любой удобный для вас инструмент. И теперь ровно посередине мы делаем углубление для глаз. Сразу же будет видно, где должен располагаться носик. Носик у нее маленький, аккуратный. Сейчас его и должны обозначить. И заодно сразу же обозначаем переносицу. Теперь делаем углубление для глаз. Глазки у нее большие. Нижнюю часть лица слегка сужаем. И можно уже сделать губки. Обозначаю середину рта. И сверху и снизу приклеиваю тонкие жгутики телесной мастики. Все, оставляю лицо немного подсохнуть. А затем уже доделаю глаза. И обводку губ сделаю. И пока голова подсыхает, я вам покажу, как я делаю вот такие вот мелкие рюши прямо на самом платье. Приклеиваю жгутик из мастики. И двумя инструментами, один плоский, другой круглый, подзеваю и слегка прокатываю. Вот так вот. Таким же образом делаются и здесь рюшечки. И подготовила уже дырочки для шнуровки. Это будут жгутики тонкие, жгутики из мастики. Крест-накрест приклеиваться. Голова рапунцель полностью подсохла. И теперь можно сделать ей глазки. Берем два кусочка белой мастики. И вставляем в ямочки, которые мы оставили для глаз. И аккуратно распределяем. Теперь самой тонкой кистью я буду прорисовывать ей глазки. Сухой кистью, слегка припыленной сухим же красителем, мы ей обозначим щечки. То есть делаем румяна. Макияж закончен. Теперь можно голову прикрепить к туловищу. Дам клею немного подсохнуть. И затем буду делать уже волосы. Пряди волос от корней я буду пока на пенопласте приклеивать. А потом перенесу фигурку уже на торт. И буду дальше длину волос делать ей. Потому что волосы должны обвивать торт. И удобнее всего будет делать это, конечно же, на тортике. Вот на одной прядке я покажу. Как я обычно делаю. Вот такой вот инструмент я использую для того, чтобы на прядках указать направление волос. Пряди можно завить. То есть вот так вот. Можно просто прямыми сделать. Волосики на голове сделали. И теперь переносим фигурку на торт. Делаем длинные пряди волос, которые будут обвивать торт. Все, волосы я доделала. Я думаю, достаточно утяжелять фигурку волосами. Также все это делаете пряди таким же инструментом. Длинные пряди сделала, которые обвивают торт. Я надеюсь, это видео будет для вас полезным. А я, как всегда, желаю вам удачи в ваших начинаниях. Всего вам самого доброго! До новых встреч!